МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Я гражданин Республики Беларусь. Сегодня в нашей стране День Конституции. Развитие инновационных проектов и поддержка предпринимательства. Технопарк «Коралл» в этом году начнет работу в Гомеле. О правах инвалидов и их социальной интеграции. Новы законы и проекты областной организации инвалиды-спинальники тема нашего воскресного интервью. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. В Беларуси сегодня День Конституции. Основной закон страны был принят 26 лет назад. Традиционно к этому дню во всех регионах школьники, которым исполнилось 14 лет, получают свои первые паспорта. Авторитетные лица вручают документы победителям Олимпиад, призерам спортивных соревнований и всем тем, кто, несмотря на юный возраст, уже сделал свой вклад в развитие страны. В Гомельской области во время гражданско-патриотической акции «Мы, граждане Беларуси» свои первые паспорта получили более 500 юношей и девушек. Одна из торжественных церемоний состоялась накануне в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Представители обл. исполкома в присутствии активистов, общественных объединений и ветеранов Великой Отечественной войны вручили документы и памятные подарки 14-летним жителям региона, которые отличились в учебе, творчестве и спорте. Меня переполняют эмоции и чувства гордости. То, что паспорт я получила здесь, в торжественной обстановке, а не в паспортном столе, этот день мне запомнится на всю жизнь. Очень сильно волновалась, но безумно приятно получить паспорт именно здесь. В этом году традиционная акция «БРСМ «Мы, граждане Беларуси»» проходила под слоганом «Разом». Главная цель – показать молодежи, что только вместе и сообща можно достичь достойных результатов. Вклад каждого из них в развитие Малой Родины важен. Их инициативы всегда готовы поддержать на разных уровнях. В Гомеле официально объявлено об открытии второго технопарка. Как ожидается, это произойдет уже в мае в рамках экономического форума. Пока же до конца апреля будут приниматься заявки от потенциальных резидентов, после чего экспертная комиссия даст оценку предлагаемым проектам на предмет их соответствия понятию «инновационный». Впрочем, второй технопарк – звено большой цепи. Как регион развивает перспективные проекты и какая для этого создана база? Материал наших корреспондентов. Первый пусковой комплекс Гомерского технопарка был открыт в 2011 году. Сегодня здесь занимаются поддержкой инновационных проектов в различных сферах. От микроэлектроники и приборостроения до энергосбережения и переработки отходов. Однако наиболее активно здесь развивается IT-сегмент. Около 50% резидентов Гомерского технопарка работают в сфере информационно-коммуникационных технологий. Я по образованию педагог, а муж у меня программист и очень хороший специалист в области IT. Поэтому всегда было желание создать что-то очень интересное, именно смежное между что-то с педагогикой, связанной, и IT-технологиями. И мы поняли, что можно создать вот это интересное обучение для детей, которое будет проходить в режиме онлайн. Мы достаточно долго разрабатывали разные вариации методик. Мы их апробировали на знакомых, на друзьях, друзей там знакомых. Шла длительная апробация, и мы вышли уже на ту методику, которая действительно была рабочая, которая была интересна детям и приносила очень высокие результаты. Сегодня Гомерский технопарк имеет официальный статус инкубатора малого предпринимательства, присвоенный Министерством экономики Республики Беларусь в 2016 году. В 2017-м технопарк стал членом Ассоциации научно-технологических парков «Зон высоких и новых технологий Шелковый путь». В 2019-м в партнерстве с Объединением общества содействия инновационному бизнесу и при поддержке Агентства США по международному развитию в Беларуси начала функционировать стартап-школа Гомерского технопарка. В этом же году здесь открыли класс по робототехнике. Это еще одно направление работы территории инновационного бизнеса. Он попробует, по сути, все направления и конструирование, и программирование, и моделирование, и работа с 3D-принтером, и микроэлектронику, то есть, по сути, все, что связано с электроустройствами. Это очень круто в этом плане, что ты можешь, по сути, попробовать все и для себя решить, нравится или не нравится. И родители, они же тоже видят, насколько ребенку это интересно. Кстати, в этом году на базе Гомерского технопарка прошел первый областной хакатон для школьников. Его участники – юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Задача за 8 часов – создать чат-бот и презентовать его. Конкретной тематикой школьников не ограничивали. Полная свобода выбора. На этот раз победители – сборная команда Мозырского областного лицея, Гомерской 11-й школы и 56-й гимназии. Юноши представили на суд-жюри чат-бот, который генерирует пароли и проверяет их. У нас нет каких-то ограничений для ребят, но нам важно, чтобы они понимали, как сделать из проекта свой стартап. Проект должен окупаться, проект должен быть интересен потребителю. Они должны понимать, как монетизировать проект. Это самое важное. То есть то, что мы хотим сегодня дать, это чтобы они научились работать именно над идеей и делать из идеи продукт. Работа с молодежью станет одним из направлений деятельности, создаваемого сегодня в Гомеле второго технопарка. По сути, это филиал государственного предприятия «Агентство развития и содействия инвестициям», в свою очередь являющегося резидентом свободной экономической зоны. Финансируется в рамках инновационного фонда Гомерского облсполкома. Проект «Технопарк Коралл» довольно масштабный. Сейчас речь идет о введении двух первых пусковых очередей. В мае этого года откроется так называемый «Центр коллективного пользования». В начале следующего – шестиэтажное здание с офисными помещениями. Здесь же разместится Центр по обучению современным цифровым технологиям гомельских школьников. Для того, чтобы на сегодняшний день уже получить что-то лучшее, передовое, перспективное, брали за основу и разработки Минские технопарка, а также Сколково. В Сколково была отмечена интересная часть по работе с детьми. Это подрастающее поколение, которое развивается и которое нужно развивать. Поэтому в здании, которое сегодня перед нами, блок А, на первом этаже будут предусмотрены специальные зоны, где дети могут развиваться, с ними может происходить обучение. При этом, если у них возникают какие-то идеи, и идеи достаточно перспективны, то их здесь можно и реализовать. До 30 апреля Агентство развития и содействия инвестициям принимает заявки от потенциальных резидентов. После того, как экспертная комиссия сделает заключение о том, что представленный проект действительно соответствует критериям инновационного, можно будет приступать к его практической реализации. Причем резиденты получат не только льготы на аренду офисов и ряд налоговых преференций, но и неплохую материальную базу. Будет лаборатория 3D-прототипирования и 3D-моделирования. То есть она будет оснащена 3D-сканером, 3D-принтером, 3D-ручками и специализированным программным обеспечением. И вот либо это резидент технопарка, либо это человек, который занимается стартапом, он может реализовать свою идею с помощью этого оборудования. Приходит и определенное время этим оборудованием, этим офисным помещением пользуется. Кстати, наличие в технопарке дорогостоящего оборудования, его приобретут предположительно в апреле, позволит развивать здесь еще одно направление. Речь идет о сотрудничестве с уже существующими организациями. В частности, заключен договор с областной больницей, где сегодня активно занимаются 3D-моделированием. Позвоночника и других суставов. И вот это оборудование как раз-таки им поможет более глубоко проводить научные исследования. И польза будет и для медицины, и для региона, ну и для продвижения инноваций в разных областях. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4 Гомель. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снос незаконных построек, организация выездной торговли в небольших городах, выделение земельного участка для создания фермерского хозяйства, ликвидация задолженности по зарплате, улучшение транспортного сообщения в сельской местности. Для каждого из тех, кто позвонил, его вопрос является жизненно важным. При этом география звонков оказалась очень широкой. Вместе с гомельчанами к председателю область полкома обращались жители Ельского, Жлобинского, Мозорского, Кармянского, Рогачевского, Ветковского районов. Все вопросы, которые нельзя было решить непосредственно во время прямой телефонной линии, взяты на контроль. В случае необходимости на места будут направлены специальные комиссии. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, 12 марта провел прием граждан и прямую телефонную линию в Петриковском райисполкоме. Дозвонившиеся озвучивали личные проблемы, действовали и в интересах односельчан. К примеру, житель Петриковского района просил рассмотреть вопрос открытия в деревне Бани. Юрий Шулейко поручил проработать тему и найти варианты для обустройства такого объекта. Волновали жители района аварийная тополя в некоторых деревнях. Обратившиеся заверили, что местные власти знают о проблеме и занимаются ею. Сельскохозяйственные предприятия всех районов Гомельской области приступили к посевной кампании. К этому периоду в агросекторе была сформирована структура посевных площадей. Первой по плану – сев яровых зерновых культур. Под клин яровых отведено почти 600 тысяч гектаров. Зерновые и зернобобовые посеют на площади более 116 тысяч гектаров. Кукурузе выделено 350 тысяч. Ход подготовки к весенней полевой кампании и начало посевной находятся на контроле председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья. Стоит задача провести работы в оптимальные сроки с соблюдением всех технологий. В Лоевском районе началось наполнение Днепро-Брагинского водохранилища. Как ожидается, в этом году будет закачано не менее 20 миллионов кубометров воды. Это позволит улучшить гидрологическую ситуацию в регионе и положительно скажется на урожайности сельскохозяйственных культур. В последние годы водоем в эксплуатации практически не находился. Закачка воды из Днепра требует значительных финансовых затрат. Вернуться к первоначальным планам заставила засушливая погода. Урожаи в Лоевском и Брагинском районах оказались весьма скромными. После выделения средств из областного бюджета двигатели, которые постоянно находились в рабочем состоянии, запустили снова. Сейчас работает 2 из 4. Каждую секунду они перекачивают в канал и далее в водохранилище более 7 тонн речной воды. Беларусь в ожидании нового закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. Речь о новых подходах к образованию, профориентации и, что особенно важно, трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Приблизить регион к европейским стандартам инклюзии стараются и на местах, в том числе общественные объединения. Насколько эффективно? Об этом разговор с председателем Гомельской областной организации инвалиды-спинальники Геннадием Золотаревым. Сегодня в Гомельской области проживает около 86 тысяч людей с инвалидностью. Геннадий Григорьевич, какими темпами обществом все вместе мы движемся к той самой полной инклюзии? То, что этот процесс идет и процесс положительный, это однозначно. Если посмотреть исторически, так скажем, под углом развития нашей организации, то мы шагнули значительно вперед. И если сравнить те цели и задачи, которые решали 20 лет назад еще общественные объединения социальной направленности и которыми задачами занимаются сейчас, это совсем другой уровень. Поэтому на сегодняшний день должен сказать, что и в Республике, и в Гомельской области в том числе, создана очень хорошая юридическая площадка, юридическое поле для совместной работы государственных структур и общественных объединений по решению проблем людей с инвалидностью. В Гомельской области это координационный областной совет по делам инвалидов, который возглавляет заместитель председателя облсполкома по социальным вопросам, в который входят все заинтересованные государственные структуры, в том числе областные общественные объединения инвалидов. Вы тоже со своей стороны инициируете, предлагаете и стараетесь настаивать на своем, и от этого эффективность возрастает? Идея создания такого совета появилась со стороны общественных объединений. То, что государство поддержало, это очень хорошо. То есть мы не просто выслушиваем мнение и одобряем. Нет, мы ставим вопросы и, конечно же, и предлагаем пути их решения. Ваше общественное объединение появилось в Гомеле в 1997 году. Это первая, если не ошибаюсь, организация инвалидов-колясочников в Беларуси. Сегодня активно ведете проектную деятельность. Что это дает и вам, и членам организации? В первую очередь, это повышает оргоразвитие и программное развитие организации. Второе, то, что это повышает, значительно повышает профессионализм тех людей, которые участвуют в реализации, разработке и реализации проектов. И это определенная финансовая независимость при реализации проекта. И, конечно, это стимулирует выполнение тех уставных задач, которые есть перед организацией. И значительно это влияет именно на их качество. И второе, то, что мы пытаемся через работу в международных проектах, а это проекты международной гуманитарной помощи, проекты международной технической помощи, привлекать инвестиции в Республику Беларусь и в Гомельскую область. И в том числе где-то и оказывать помощь, материально-техническую помощь для организации бюджетной сферы, которая в этом нуждается. В рамках физической реабилитации у нас очень большое развитие получил инваспорт. Это самый короткий путь реабилитации, адаптации таких людей в жизни общества. У нас есть команды и по баскетболу на колясках, и по настольному теннису, и игра паралимпийский вид спорта. Боча культивируем, танцы на колясках. То есть достаточно много. И главное, сейчас принято было решение и область полкома, и единственная она в Республике Беларусь. Сейчас создан и работает, и уже, я думаю, что очень хорошо работает, на мой взгляд, областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефилимпийским видам спорта. В рамках социализации людей городской центр или филиал ГЦК, центр инклюзивной культуры. И в завершение, Беларусь в ожидании нового закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. Какие надежды на обновленный документ у вас и ваших единомышленников? Вопросы к трудоустройству. Новый совершенно подход создания квот предприятиям по трудоустройству людей с инвалидностью. Это европейский опыт используется, что на предприятии, там где численность более 100 человек, будет доводиться квота по приеме на работу людей с инвалидностью. Если руководство предприятия нет возможности принимать, или нет желания, значит, они делают определенные отчисления, будут в определенный фонд, и которые средства потом будут использоваться, опять же, для нужд людей с инвалидностью. Это направление. Потом очень большое направление, целая глава по проблемам образования. Людей с инвалидностью. Это тоже очень важно, чтобы найти себя в новых жизненных условиях, получить какую-то новую профессию. Это тоже прописывается. Действительно есть большое количество новелл, о которых нужно говорить, и мы это будем делать, в том числе и в эфире «Беларусь-4». Самое главное, что это еще один яркий пример, еще один шаг государства в сторону той самой инклюзии. Очень стимулировала вопросы инклюзии в обществе принятая Беларусью Конвенция о правах инвалидов. Она настолько стимулировала эти все процессы как в государственных структурах, так и в общественных организациях, что приводится в соответствии с требованиями Конвенции вся законодательная база Республики Беларусь. То есть все совершенно касаемые кодексы, законы, все это приводится в соответствии с требованиями. И когда эта работа будет завершена, тогда, конечно, совершенно будут, может быть, другие подходы. Геннадий Григорьевич, спасибо за этот разговор. Успехов в делах и до встречи в эфире. Клещи активизировались в Беларуси раньше обычного срока. С начала этого года в Гомельской области пострадали 20 человек. Как защитить себя, знает Вероника Гомзюкова. Активность клещей в этом году не падала. Сегодня мы находимся в пригороде Гомеля, и здесь мы объявляем охоту на клещей. Научите меня, собственно говоря, вот как проводить правильно все манипуляции. Здесь, в принципе, ничего сложного такого нет. Нет, не волнуйтесь, это чучу. Берете за край нашей палки флаг и вот так вот, не спеша, его протягиваете по растительству. Давайте меняемся. Я вам микрофон, а вы мне флаг. Давайте. Попробую я. Провожу по траве, смотрю и нахожу двух клещей. Вот видите, у него на спинке даже есть такой вот темно-серенький щуточек. То есть в этом и разница? Это вот и есть клещ. Ну что, моя охота на клещей оказалась удачной. Одного клеща я поймала. Яна, расскажите, а все клещи заразные? Хотелось бы отметить, что клещи переносят в основном две инфекции. Это клещевой энцефалит и лаймборелиоз. И в нашей области регистрируется в основном только лаймборелиоз. Клещевого энцефалита у нас не регистрируется. Что человеку нужно делать, чтобы обезопасить себя от клещей? Существуют специальные меры профилактики, то есть меры защиты от укуса клещами. Необходимо помнить, что естественным местом обитания клещей является это все-таки лес, лесной массив. Яна, вы извините, я вас перебью, Паша, снимай. Потому что вот сейчас, собственно говоря, по-моему, мы обнаружили клеща. Еще одного, да. Поэтому необходимо помнить о мерах защиты. Это проводить регулярно самые взаимосмотры. То есть если вы направились куда-то на прогулку, на пикник в лес, не один, а с компанией. Это использование защитных средств. То есть существуют специальные репелленты, которые мы можем купить с вами в аптеке. Ну и также, если это брать из бытовых, это масло гвоздики. То есть те, которые имеют такой, скажем, резкий запах для отпугивания клещей, членистоноги. А как клеща вот самому доставать? Или каталог, который увидел, сразу бежать? Бежать никуда не надо. Только если в учреждение здравоохранения, то есть в медицинское учреждение, для того, чтобы вам этого клеща достали. Если, конечно, не предоставляется возможности обратиться в ближайшее медучреждение, то можно это сделать самому с помощью нитки, пинцета. И на сегодняшний день уже есть специальные приборы, которые продаются в аптеке. Они так и называются, как бы приборы для удаления клещей. То есть в свободном доступе их можно купить. Ну вот, охота на клеща оказалась удачной. А теперь мы пойдем исследовать этого клеща. Здесь можно сдать клеща на исследование, его зарегистрируют, а после сразу отдадут в лабораторию. Держите. Трофеи, как и полагается, на экспертизе у эпидемиологов. Результаты получим через 4 дня. Так специалисты рекомендуют поступать всем, кто нашел на себе клеща. Анализ на энцефалит и лаймборелиоз стоит 13 рублей, и все-таки этот шаг по желанию. А вот без консультации врача по месту жительства лучше не обходиться. Ради своей же безопасности. Вот и подошел к концу мой эксперимент. Только представьте, всего за час без особых стараний мы поймали 4 клеща. По дороге домой еще одного я нашла у себя на брюках. Помните, опасные кровопийцы обитают не только в лесных массивах. Поймать клеща можно и в городской среде. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов. Новости недели. На предстоящей неделе в Минске состоится 8-й открытый форум экспериментальных пластических театров «Пластформа». В программе хореографические и пластические спектакли, импровизационные постановки из Белоруссии, Австрии, Ливана и Польши. Откроет фестиваль спектакль «Обряд. Приветствую солнце». Проект – совместная работа фолк-исполнительницы и композитора Ирены Котвицкой и гомельского хореографа Инны Асламовой. Нашему зрителю повезет увидеть постановку раньше других. Предпоказ спектакля состоится 16 марта на сцене гомельского ГЦК. Что еще интересного ждет нас на следующей неделе в афише нашей постоянной рубрики «Культ-обзор». В Центральной городской библиотеке Минигерцена открылась выставка гомельских фотографов Натальи Остапенко и Александры Макаренко. Экспозицию из 20 изящных работ в жанре портрета авторы назвали «Дыша духами и туманами». Каждая фотография воспевает женскую красоту, одухотворенность и естественность. А буквально за стеной в музее автографа разместилась еще одна весенняя выставка акварели и графики Екатерины Мохаревой. Работы легки, прозрачно завораживают своей свежестью, в них нет бурных сюжетов какой-то драматургии. Автор с детства мечтала стать мультипликатором, но жизнь заставила художницу пойти немного по другому пути. Школьное увлечение гуашью привело ее в колледж, где по этому направлению она и продолжила учебу. После Екатерину заинтересовали другие техники, такие как акварель и графика. Сегодня в планах создать книгу раскрасок для детей. Мы на открытии выставки живописи и графики Татьяны Гершгориной. Гумельская художница выставляется в стенах картины галереи Гаврила Ващенко не впервые, однако на этот раз каждая из ее работ сопровождается авторскими прозаическими и поэтическими строками. Посетитель выставки не увидит ни одного названия картин. Татьяна Гершгориной считает, что это ограничивает зрителя восприятие работы. Каждый волен увидеть нечто свое, так же и со стихами и небольшими рассказами автора, которые разместили возле картин. Тем временем в выставочном зале Гумельского госуниверситета имени Франциска Скаарина свою персональную выставку представила студентка 4-го курса филологического факультета Анастасия Додонова. Экспозиция включила в себя около 200 работ, отражающих внутренний мир автора. Здесь представлены самые разнообразные техники от простого карандашного наброска до аппликаций. Сама автор скромно называет свои произведения рисунками. Есть иллюстрации к стихам и рассказам, созданным также Анастасией, экспериментальные коллажи и портреты, авторские открытки и стикеры. В арсенале художницы и кисти с акварелью, и маркеры, и гелевые ручки, и карандаши. Посетить выставку можно до 30 марта. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. В Гумельском цирке стартовала новая программа. Звездный круист «Орелос». На арене дрессированные животные, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы и, конечно, клоуны. 19 марта во дворце Румянцевых и Паскевича выступит народная артистка России Ирина Стародубцева. Программа «Страницы милые», которую певица представит гумельскому зрителю, посвящена творчеству русского поэта Афанасия Фета. Начало концерта запланировано на 19.00. В этот же день, несколькими часами ранее, в Белой гостиной дворца свою персональную выставку презентует живописец Олег Курашов. Экспозиция «Весна начинается сегодня» – это 30 полотен в жанре натюрморта с цветами. Также 19 марта на сцене колледжа искусств имени Соколовского Гумельский симфонический оркестр представит свой новый захватывающий проект «Симфосакс». В концертной программе сочетание совершенно разнообразных стилевых направлений джаза солирует на этот раз один из лучших саксофонистов Белоруссии – Виталий Емутеев. И на этом у меня все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Игорь Морищенко. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова